Персональные санкции против российских военных, причастных к вторжению в Украину и тех, кто связан с военно-промышленным комплексом Российской Федерации, уже вводили в ЕС, США и Великобритании. Однако в списках зачастую оказывалась лишь военно-политическая верхушка Кремля. В офисе президента Украины настаивают – наказание должен понести каждый российский солдат, который незаконно пересек украинскую границу с оружием. Что касается юридической точки зрения, то, конечно, это возможно, тем более, что уже действует достаточно большое количество пакетов санкций, куда включены российские и физические лица, и юридические лица. Если мы говорим о физических лицах, то это не только чиновники, не только высшие руководства Российской Федерации, но и в том числе бизнесмены, те, кто поставляют российской армии какое-либо вооружение, те, кто косвенно участвует в агрессии. Поэтому здесь во многом сложность заключается в сборе информации относительно военнослужащих, относительно членов их семей. Ну, я думаю, что в данном случае спецслужбы, разведка работают как нужно. Для того, чтобы собрать информацию обо всех, кто принимает участие в так называемой спецоперации, в единую базу понадобится немало времени, предупреждают эксперты. Однако, это необходимый процесс для восстановления справедливости в будущем. Таких широко известных международных санкций на сегодня я не припомню. Но это не говорит о том, что нет смысла таким путём идти. Если бы люди, которые занимались преследованием нацистов, в частности, за то, что они истребляли евреи во Второй мировой войне, и мы помним этот Холокост, и создавали соответствующие фонды, работали с правительствами разных стран. Если бы они не занимались этой работой, поскольку до них такого не было, то, безусловно, и сегодня, наверное, ещё какие-то престарелые дедушки могли бы из нацистов жить и припеваючи. Кроме того, персональные санкции могут стать для россиян ещё одним аргументом против участия в войне с Украиной. Конечно, эффект подобное сообщение будут иметь лишь в сумме с неудачами вооружённых сил Российской Федерации на поле боя и даже в собственном тылу. По сравнению с февралём-мартом, когда у российских военных было представление, что поездка в Украину – это такая лёгкая прогулка, где только они могут убивать, а их убивать не будут. Ситуация сейчас кардинально поменялась, и даже вопреки влиянию пропаганды массированному внутри Российской Федерации, новости о поражениях российской армии, о потерях в живой силе, о потерях техники распространяются очень сильно, в том числе в среде военных, благодаря сарафанному радио, благодаря возможностям интернета. Учитывая то обстоятельство, что Кремль собирал эту армию по национальным окраинам, уровень потерь в той же Бурятии совершенно запредельный, в отличие от центральных регионов от Москвы. Из последних сообщений, 9 хакасских нацгвардейцев подали иски в суд после увольнения со службы. Их отстранили за отказ идти на войну с Украиной. В апреле были сообщения об увольнениях и угрозах за расторжение контрактов от бойцов нацгвардии из 17 городов России. Жители Бурятии также массово отказываются воевать в Украине. Известно о почти 500 бурятских военных, которые разорвали контракты и смогли вернуться домой. Другим же угрожают отправкой в штурмовые отряды. По сообщениям в СМИ, правозащитникам известны случаи насилия над отказниками. Официально отказываются, что люди хотят уехать, пишут отказ, привлекают юристов, их запугивают, их отвозят, там запирают, кормят раз в день. Но они не хотят продолжать служить и хотят прервать контракт и уехать домой. И подключаются к этому все больше и матери, подключаются жены военнослужащих. Я думаю, что эта тенденция будет только нарастать. Действуют в Кремле не только по методу кнута. Иногда ради красивой картинки с особыми почестями хоронят некоторых погибших, героизируя их и сравнивая с ветеранами Второй мировой войны. Правда, какой именно подвиг солдат совершил и защищает, чьи интересы погиб, не могут сказать даже его родным.